Всего в губернаторском конкурсе приняло участие около 24 тысяч проектов. 1945 из них отметили премиями первой, второй или третьей степени. Это очень символично в год празднования 70-летия Великой Победы. От Одинцовского района было подано рекордное количество заявок – 1877. С самого утра в Крокусити Холли в рамках форума «Инициатива» прошла выставка проектов участников и номинантов премии. Испытываю чувство благодарности, чувство гордости за то, что мне предоставилась возможность участвовать в номинации «Спасибо деду за победу». Участвуя в номинации, я воздаю должное прежде всего стойкости, терпению, мужеству нашего народа. Работали и 10 тематических секций по количеству номинаций премии «Наше Подмосковье». Все те же знакомые названия, среди которых «Спасибо деду за победу», «Новые возможности», «Доброе сердце», «Наследие Подмосковье» больше, чем «Профессия». Авторы обсуждали свои проекты с коллегами из других муниципалитетов, делились проблемами и опытом. Поддержать наших активистов приехал и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Я хочу сказать спасибо всем нашим активным представителям гражданского общества, я так бы называл, всех тех, кто подал заявки. Действительно, в этом году у нас рекордное количество, 1877 заявок на премию «Наше Подмосковье», которую учредил Андрей Иванович Воробьев. И у нас есть ощущение, что мы и по победам тоже должны быть представлены в максимальном количестве. Поэтому, если сравнить с прошлым годом, то это количество заявок подано буквально в три раза больше, чем в прошлом году. Это говорит действительно об интересе, об активности наших граждан, о том, как мы плотно и плодотворно работали со всеми общественными организациями, всеми, кто эти проекты готовил и создавал и реализовывал в нашем районе. После обеда началась церемония награждения победителей конкурса «Наше Подмосковье». Более 6 тысяч участников и номинантов со всех уголков Московской области собрались в концертном зале имени Муслима Магомаева. С приветственным словом к ним обратился глава региона. Сегодня кульминация. Сегодня жюри отдельно, проделав огромную работу, назовет самых лучших. Конечно, это всегда волнующий момент, это всегда непросто. И я уверен, что весь этот отбор, кропотливая работа была сделана профессионально и по достоинству. Десять первых премий в размере 335 тысяч рублей каждая вручили победителям известные общественные деятели, спортсмены и люди искусства. Среди них Алексей Леонов, Оксана Пушкина, Ирина Слуцкая, Евгений Князев, Егор Кончаловский. От Одинцовского района в номинации «Доброе сердце» премию первой степени получил проект «Ничейный случай». Над ним трудился поисково-спасательный отряд во главе с Екатериной Герасименко. Среди победителей конкурса оказались и мои коллеги Галина Поликарпова и Мария Подъепольская с проектами «Агроньюз» и «СОС-ТВ». Они получили третью премию. Были и те, кто собственным примером доказал, что способности человека могут превосходить его возможности. Благодарность всем, потому что нам созданы условия для того, чтобы мы плодотворно трудились, сами работали, зарабатывали и вкладывали неоценимый экологический вклад в район. Подробный список победителей появился на сайте премии «Наше Подмосковье» сразу после церемонии награждения. Эта премия – существенная поддержка для всех активных граждан, общественных некоммерческих организаций, объединенных общей целью сделать жизнь в Московской области лучше и комфортнее. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».